Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. В сельских округах продолжают устранять последствия капризов погоды. Зима – пора активной подготовки к летнему сезону. Понять, чтобы научиться и научиться, чтобы понять. Учащиеся детской музыкальной школы номер один знают о музыке все. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Каприза погоды в ночь на 21 января привели к аварийной ситуации в нескольких районах Кубани. Прошел самый масштабный в истории России ледяной дождь. Сельские округа Анапы тоже пострадали. Из аналидей оборваны сотни метров линии электросетей. В нескольких населенных пунктах работают аварийно-ремонтные бригады. Специалисты трудятся по 24 часа в сутки. На совещании мэр Анапы Сергей Сергеев выразил свою позицию. К анапчанам в кратчайшие сроки должен вернуться свет. В Анапе заканчивают ликвидировать последствия стихии. В пострадавших сельских округах работают 7 бригад. Все работы на контроле главы курорта Сергея Сергеева. Дважды в сутки проходит оперативный штаб, чтобы откорректировать первоочередные работы. На 22 часа 22 января без электроэнергии оставались домовладения в Виноградном, Гастагаевском, Джигинском и Первомайском округах. Комсомольская, Советская, 90 домов. И сейчас детский сад под вопросом. В поджигинке люди у него сейчас уехали переодеваться, он взял своих местных. Местными пробуют дотянуть вот этот пролеты, которые есть. А высоковольтную саму включили. Четыре бригады специалистов работают в Юровке. Глава округа просит увеличить количество электриков. Восстанавливать электроснабжение в Гастагаевской помогают муниципальные энергетики. Давайте решать. Хватит кому-то отдавать что-то, и мы молчим все. Давайте докладывать. Истинную картину я хочу знать. Давайте сейчас намечайте мероприятие на ночь. Обследовать линии в сельских округах и продолжать работу. Подключить социально значимые объекты к резервным источникам питания. В первую очередь детские сады, школы и ФАПы. Мэр Анапы Сергей Сергеев потребовал от глав сельских округов докладывать о результатах работы и обращаться за помощью, если возникает такая необходимость. В крайнем случае погодные условия можно было и вертолет поднять. И посмотреть эту линию сверху. Кто-нибудь передо мной поставил этот вопрос? За прошедшие сутки на дежурные телефоны поступило 290 звонков об отсутствии электроэнергии в сельских округах. В первый день после ледяного дождя 600. Восстановительные работы продолжаются. Сергей Сергеев подчеркнул, после проведения всех работ нормой для таких обращений должен стать один звонок в сутки. По данным отдела гражданской обороны, прогноз на ближайшие несколько дней до 27 января неутешительный. Будут заморозки. А значит люди начнут отапливать жилье дополнительными электроприборами, перегружая электросети. Наступление холодов Анапская энергосистема должна встретить в полной готовности. Никита Бойко, Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Наша съемочная группа выехала в наиболее пострадавшие округа. Станицу Гостогаевскую, село Юровку. Аварийно-ремонтные работы проводят специалисты предприятия Кубаньэнерго и муниципальные энергетики. Улица Новороссийская, Первомайская и Мира. В станице Гостогаевской работают две бригады. Восстанавливают линии, расчищают дороги и мост через речку Гостогайку от поваленных деревьев и веток. Рабочий процесс контролирует глава сельского округа Николай Баюр. Сергей Павлович Сергеев посмотрел размеры стихии. Спасибо ему, сразу оказал детственную помощь. Нам была направлена бригада Зиновьева, которая восстанавливала уличное освещение. Нам был направлен начальник отдела энергосбыток Таран Игорь Владимирович, который сформировал две бригады. И начали мы в первую очередь устранять порывы на высокой линии. И вчера на низкое напряжение. Значит, на утро у нас сегодня осталась одна ТП 618, 27 домов на ней. И по улице Северной 10 домов. Рабочей группе, шести электромонтерам помогают спецтехникой, два трактора и экскаватор. К вечеру, 23 января, энергетики должны полностью восстановить подачу электроэнергии в станице. Хутор Черный, Юровка. Здесь стихия тоже навела беспорядок. Наледь растаяла только в среду утром. Аварийной ремонтной работой проводят пять бригад электромонтеров, местные специалисты и группа сотрудников Кубанинерго. Подачу электроэнергии запланировали во всех населенных пунктах округа к вечеру. Без электричества оказалось 8700 человек, три школы, пять садиков. Ну, все социальные объекты полностью были обесточены. На сегодняшнее время без электричества остаются хутор Иваново и Красная Горка. Сейчас работает пять вышек, 30 человек. В основном это силы районных распределительных сетей. Участвует одна бригада НЭСКО. Подачу энергии восстанавливают. Ремонтные работы проводят с учетом предстоящих холодов. По прогнозам, в ближайшие сутки в Анапу придет настоящая зима с морозом до минус 10 градусов. Никита Бойко, Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Другим темам. 23 января в сквере боевой славы прошла торжественная линейка, посвященная оборонно-массовой и военно-патриотической работе в городе воинской славы Анапе. В митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, депутаты и представители администрации города-курорта, молодежные общественные организации, учащиеся кадетских классов, студенты. К сферу славы, где проходил митинг, прибыли участники автопробега ДСАА по местам боевой славы Анапы. На митинге выступили заместитель главы города-курорта Сергей Козлов, председатель совета депутатов Леонид Кочетов, депутат ЗСК Николай Иванюшкин и председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов. Минуты молчания почтили память погибших во всех войнах за честь и славу, за освобождение Родины. К вечному огню возложили венки и красные гвоздики. Хороший хозяин готовит Саня летом, а к летнему сезону готовится зимой. На консультативном совете при главе города-курорта обсудили основные моменты подготовки к предстоящему курортному сезону. Защита экологии, благоустройство и озеленение города. О чем еще говорили на совете, расскажет наш корреспондент. На рассмотрение консультативного совета, который сформирован из представителей политических партий и общественных объединений, представлен план подготовки к предстоящему курортному сезону. Основной упор администрация сделает на создание новых зон отдыха и улучшение экологии Анапы. Участники совещания задавали Сергею Сергееву вопросы. Как будут благоустраиваться пляжи? Изучается ли акватория Черного моря в плане интенсивного роста водорослей? И появятся ли в Анапе новые парки и скверы? Рассматривает ли администрация такие вопросы, чтобы заложить новый парк? Ну хотя бы примерно Красная площадь, район Красной площади. Есть ли там земли под этим? Есть у нас в районе Красной площади и такие, можно так их назвать, земельные участки, где мы можем сегодня скверы располагать. Ведется благоустройство Ореховой рощи. На площади в 7 гектаров появится новая саженца деревьев и кустарников. Обновлено ограждение. Планируется строительство фонтана, который бесспорно станет украшением всеми любимого места отдыха. Жители города обращались к главе курорта с просьбой реконструировать одну из самых зеленых улиц Анапы – Кате Соловьяновой. Пожелание анапчан выполняется. Работниками зеленстроя ведется кронирование. Выкорчеваны старые деревья. Теперь вместо них растут саженцы липы. Их здесь более 140. Также молоденькие деревца украсили улицы Астраханскую, Тирскую и Крестьянскую. Новую жизнь вскоре обретут и улицы микрорайонов. На эти цели в муниципальном бюджете запланировано 10 миллионов рублей. Продолжается благоустройство перекрестков. И эта работа будет, я думаю, не только к началу курортного сезона, но и на протяжении круглого года. Сотрудниками научно-исследовательского института прикладной экспериментальной экологии города Краснодара разрабатывается проект схемы, в который войдут новые особо охраняемые зоны Анапы. Главное богатство курорта – песчаные пляжи. Также станут охраняемыми. Поставлена задача, думаю, курортного сезона мы ее выполним. Наличие на пляжах систем видеонаблюдения, которые должны быть подключены к единой дисперчерской сети. Такая система позволит не допустить самовольного выезда транспорта к морю, не даст производить незаконную добычу песка, а также обеспечит безопасность отдыхающих. В прошлом году с пляжей было вывезено более 20 тысяч кубометров комки. Способ очистки территорий нацелен на сохранение экологии моря. Мы сегодня боремся механическим путем, как я и обещал в прошлом году. И будем продолжать. Никакой химии я не допущу. К химическому вмешательству в акваторию только механический путь. Сетки, шкрепки, крючки, лопаты. Для многих жителей и гостей Анна появляется лучшим курортом Кубани. И власти города будут делать все, чтобы сохранить этот престиж и приумножить. Светлана Авилова, Максим Логоша, Александр Кореневский, Анна Порегион. В администрации города-курорта состояло заседание Координационного совета ТОС. На повестке дня вопросы о профилактике правонарушений и организации пассажирских перевозок. Председатели квартальных комитетов смогли на месте решить вопросы волнующего населения. Подробности в сюжете. В связи с последними событиями в Волгограде и Ставрополье и с приближающимися Олимпийскими играми важная роль в антитеррористической деятельности отводится активистам-общественникам. Систематических проверок рынков, мест массового пребывания граждан и привлекающих к ним территорий, надежность запирающихся устроенных чердачных и подвальных помещений жилого, многоэтажного сектора, информирование населения, обдительность. Новый закон ужесточает меры по борьбе с незаконной миграцией. Незаконных иностранцев, работающих на многочисленных стройках Анапы и проживающих в так называемых резиновых квартирах, могут выявлять жители и активисты домовых комитетов. Второй вопрос обсуждали оживленно. Говорили о пешеходных переходах и дорожках, об устройстве остановок, интервалах в расписании движения маршруток. Если автобусное движение идет у нас в 6.40, а потом летом в 6.20, смысл? Пусть он будет в 6.40. Вот жители говорят так, не надо менять начало работы транспорта в зимний-летний период. Интервал движения – да, а вот начало движения транспорта желательно, чтобы оставалось одним. Заместитель главы города-курорта Олег Костенко полностью согласен с просьбами жителей Варваровки. Я могу понять, когда автобус может опоздать, это в середине дня, да, грубо говоря. Потому что там пробка, где-то авария, где-то еще в какой-то момент. Но первый автобус, я считаю, он всегда должен приходить вовремя. Ну, грубо говоря. И последний. И последний, он тоже часто отсутствует. Этот вопрос взял на контроль начальник отдела по транспорту и связи Юрий Кудрявцев. Удовлетворят аналогичные просьбы жителей станицы Благовещенской и других населенных пунктов. Юрий Кудрявцев рассказал, что еще будет делаться по улучшению пассажироперевозок. При планировании работы администрации обязательно учитываются все заявления и просьбы анапчан. Лариса Басова, Алексей Мухуртов, Анапа-регион. Научиться играть на кларнете и саксофоне – мечта многих. Но воплощают свои мечты немногие смельчаки. Наш следующий сюжет о юных музыкантах, учащихся детской музыкальной школы номер один, Ангелине Сухиной и Семене Богданове. Изучая музыку различных эпох, они постигают вершины мастерства на делении духовых и ударных инструментов. Играть на кларнете в основном предпочитает сильная половина человечества. Но Ангелину это не смущает. Более того, девочка-виртуоз прекрасно чувствует себя в коллективе, в котором музыканты-мальчишки и педагоги-мужчины. Она лауреат зональных и краевых конкурсов исполнительского мастерства. Ее преподаватель Василий Полчининов говорит, времени у юного дарования уходит много, поскольку занимается на разных духовых инструментах. Это саксофон сапрама, с нему она начинала, а сейчас она уже играет третий год на инструменте кларнет. Также она занимается на фортепиано и ходит в художку, и какой-нибудь такой времени хватает. Быстрый темп жизни ей нравится. Если есть желание и стремление, то успеешь все, подчеркивает Ангелина. Времени хватает, просто нужно правильно распределять время. Как распределяешь? Ну, буквально все по минутам расписано. Юное дарование никогда не пропустит ни одной репетиции эстрадно-симфонического оркестра. Это не только внутренняя ответственность, но и преданность ее величеству музыке. Ангелина делает успехи и в детской художественной школе. Лучшие из своих работ дарит педагога. Сейчас преподаватель Виктор Коченков работает со своим учеником над выработкой вкуса к звуку. Оркестровому и яркому, сочному, объемному и интернационно чистому. Его воспитанник Семен Богданов тоже лауреат различных конкурсов и фестивалей. Очень любит исполнять произведения Штрауса. Среди джазменов популярностью у юного музыканта пользуются Чарли Паркер и Бенни Гудмен. В этом году Ангелина опять получит премию главы города-курорта «Одаренным детям». А вот Семен удостоился этой награды впервые. Мне очень приятно, что я получу премию мэра города-курорта Анапа. Я хочу поблагодарить своего преподавателя Коченкова Виктора Евгеньевича, концертмейстера Марину Евгеньевну и, конечно, мою бабушку. Недавно Семен и Ангелина завоевали диплом второй степени на зональном конкурсе исполнительского мастерства в номинации «Дуэт кларнетистов». Ребята стараются на лучших образцах музыки различных эпох воспитывать в себе высокую культуру оркестранта. Светлана Авелова, Александр Кореневский, Анапа Регион. Это все новости на сегодня и в завершении выпуска прогноз погоды. Прогноз погоды выходит при поддержке нашего партнера мебельного центра «Ксюша». Весь январь в салонах мебели «Диэмай» получите в подарок 25% гостиной из коллекции «Токио» и «Милано». «Диэмай». Живи красиво! В пятницу 24 января в Анапе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 0, минус 1. В ночь на пятницу минус 3. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды 5 градусов со знаком «плюс». Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48-300 и 48-333.